знаете в фантастических фильмах так бывает смотришь на город и прекрасный мирный пейзаж кто-то едет на велике парочка целуется пенсионеры сидят на лавочке родители укачивает ребенка в коляске но если посмотришь специальным магическим зрением то картина совсем иная над городом воронка везде электрические разряды и туда-сюда летают ужасные кровососущие твари так и здесь я смотрю и вижу студенческую столицу россии город образования но если посмотреть через специальные очки то увидишь что все это весь город настолько оплетено паутиной коррупции что все до единого пенсионер велосипедист целующаяся парочка они просто превращены в разновидность добычи задача которой каждый день поставлять живительный денежный поток всем кровососущим тварям которые объявили себя хозяевами города если уж я начал ездить по городам страны и объявлять в них войну единой россии то очевидно это место должно быть одним из первых потому что она очень нуждается в этой войне давайте продолжим играть с вами в интересную игру я расскажу о том как устроен город вы поможете мне рассказать об этом всем а 13 сентября мы все вместе разрубим паутину и вышвырлим пауков к чертовой матери с помощью умного голосования вы наверное подумали что я чего-то преувеличил какая-то война с единой россией зачем это все но я все докажу наилучшим образом а главное призову к себе в свидетели полмиллиона томичей помогут мне сегодня два замечательных человек это ксения фадеева и андрей фатеев мы их не подбирали по фамилиям они не родственники не однофамильцы но с ними происходит интересная вещь с одной стороны ребята баллотируются против единой россии с другой стороны они спонсоры единой россии ксения как тебя угораздило я не специально на самом деле это просто томск так устроен весь город окутала гигантская мафия коммунальщиков и поэтому все томичи вынуждены платить дань андрей это столидная должность спонсор партии единой россии как тебе в ней на самом деле очень сомнительное удовольствие особенно учитывая что спонсорские износы каждый год все выше и выше ксения а вот по-твоему люди города кто здесь ходит они вообще в курсе что они добыча единой россии нет мне кажется большинство людей просто платят по своим таким платежкам но не вникает что как это все устроено но если мы им расскажем изменится ли их мнение относительно единой россии как думаете я думаю да потому что все платят каждый год все больше и все больше это раздражает людей хорошо мы сейчас сделаем простейшую вещь попробуем реконструировать ваш день минута за минутой посмотрим сколько же раз в день вы и все остальные ты мечи платит един россии с чего начинается твой день с кофе подумай как следует на что еще происходит до кофе ты включаешь свет с этого и начнем так так Субтитры сделал DimaTorzok Я нахожусь в обычной томской квартире, а вы наверняка недоумеваете, потому что не понимаете, каким образом может быть связано расследование мафии Томска и вот эти действия, которые делали наши кадеты в депутаты, каким образом может быть связано включение света или покупка кофе с мафией. Но я вам намерен доказать, что действительно каждое такое маленькое действие, которое делается 20 раз в день, 100 раз в день, оно дает маленькую денежку томскому единороссу. Я докажу это с помощью того, что есть в почтовом ящике у каждого Томича, с помощью платежек, с помощью вот этих вот квитанций. И на самом деле для этого расследования мне ничего другого не нужно. Давайте начнем с самой большой, самой красивой платежки. Это счет за электричество, который был выставлен Фатееву Андрею Леонидовичу. Вы его уже знаете. И здесь написано, что Фатеев Андрей Леонидович сжег электричество в июле на 245 рублей. И мы сейчас с вами выясним, из этих 245 рублей забрали ли себе что-то жулики. Мы с тобой познакомились, когда два года назад? Ну, три уже. Три года назад, когда я приезжал сюда открывать штаб, а тебе в тот день пеной залили квартиру. Да, я... Заделали дверь, ты не могла выйти или войти? Выйти. Это было смешно. Я еще жила с родителями, и они меня разбудили. Говорят, слушай, мы что дверь не можем открыть, наверное, замок заклинило. А у меня в соседнем доме друзья жили. Говорят, ты скинь, типа, ребятам ключи из балкона, пусть они с внешней стороны откроют. Пришел, значит, приятель соседнего дома, я хочу на него посмотреть в глазок, как он там что-то пытается открыть, а там такое ощущение, что плевок. Ну, то есть, я думаю, мне все еще не приходит в голову, что кто бы стал плевать в глазок, приличные соседи все. И он мне звонит через дверь и говорит по телефону, ну, говорит, у тебя не замок сломался, у тебя вся дверь в пене. Строительная монтажная пена. Монтажная пена, да. И в этот же день тебе проткнули колеса машины? Ну, значит, лобовое стекло и капот в такой краске, такая дурацкая краска, которая полы красит какого-то оранжево-коричневого цвета. И в выхлопной трубе тоже пена. Происходит это с тобой, и ты решаешь остаться в полиции? Ну, и да, ну, честно, может быть, не стоит этого говорить, но это не то, что бы что-то, что меня напугало сильно. Ну, это все было, скорее, смешно, то есть нелепо. Ну, а сейчас ты идешь на выборы в Гурдуму, и ты уже бросила такой, ну, совсем существенный вызов большим единороссам. Тогда ты боролась вообще. Сейчас ты борешься против конкретных коррупционеров и злодеев, ущемляя их интерес. Да, ну, как бы, вот есть такой симпатичный город Омск, да, абсолютно европейский город, действительно, там, с кучей студентов. У нас там свой академгородок есть небольшой, ну, как бы, реально абсолютно европейский город. И есть Томская городская дума, в которой сейчас из 37 депутатов 32 — это единороссы. Ну, очевидно, что это, как бы, не отражает вообще ничего и никак. Как это вышло? Томск действительно один из самых продвинутых городов. Ну, просто видно по результатам голосования. Здесь почти никогда нет фальсификации, но тотальное засилие единороссов. Как такое могло случиться? Ну, что касается муниципальных выборов, тут проблема в том, что они, честно говоря, людям не особо интересны избирателям. У нас на прошлых выборах в 15-м году была явка меньше 20%. Потом на выборах губернатора у нас было тоже одно из самых низких явок по стране, там, процентов 23 пришло. То есть очень маленькое количество томичей выбирает вот этих вот всех жуликов и воров. Ну, они просто... у нас нет фальсификации прямо вот на участках, да, как там в Кемерово, не знаю, в Чечне, когда выбрасывают. Но у нас админресурс. Чем ты принципиально отличаешься от единоросса? Вот представим, что я томич. Объясни мне, пожалуйста. Шило на мыло. Чем отличается Ксения Фадеева от физиономии из коммунальной службы, которая сейчас сидит? Ну, кроме того, что внешне я чем-то отличаюсь. Сусловно, в лучшую сторону. Но я избиратель, тем не менее, как-то вот мне нужно что-то еще. Я абсолютно независима от действующей власти. Наверное, я доказывала это на протяжении, там, последних, ну, уж как минимум трех лет, когда я работаю в штабе, тем, что я их не боюсь. Меня не пугают никакие там эти, не знаю, у меня нет никакого трепета и какого-то пиетета к этим всем, там, чиновникам высоким и так далее. Ну, для меня это просто, как бы, госслужащие, которые, если они плохо делают свою работу, они должны быть уволены. И сколько нужно людей, сколько нужно вообще жителей, чтобы переизбрать всех единороссов, прям всех выкинуть? В тысячи тридцать оплатова. Тридцать тысяч? В умном голосовании, что ли? На полмиллионный город нужно всего лишь тридцать тысяч избирателей для того, чтобы грохнуть всех единороссов. Да, где-то так, надеюсь, не обчиталось. Да. Соберем? Надеюсь. Электрические сети оплетают любой город. Это его кровеносная система. Вот они везде. Провода, опоры, трансформаторные будки по этим сетям электричество, которое вырабатывается на станции, доставляется на вашу улицу, в ваш дом, на вашу лестничную клетку. Человек, контролирующий это все, контролирует весь город. Такой мегабосс, который может сделать вот так вот щелк рубильником, и Томск погрузится во тьму. Этот мегабосс понимает, что если ему подконтрольна кровеносная система, то ему заплатят столько, сколько он захочет. И украсть можно столько, сколько пожелаешь. Зовут нашего первого героя Владимир Тихонович Резников. Городские сети города Томска оказались в руках именно этого, достаточно известного в Томске человека. Известного потому, что он много лет работал директором горсетей, когда те были государственными. Я помню, когда начинал собирать сети, они были совсем маленькими. Ну и вообще он человек заметный. С 2001 года депутат то Заксобрания, то Городской Думы. Он заслуженный строитель, почетный гражданин. Ну и, конечно, главный Томский единоросс, глава Томского отделения Единой России. Но фокус в том, что мало кто заметил ключевое изменение его статуса. Раньше Резников был наемным директором муниципального предприятия, которое управляло горсетями. А теперь стал собственником коммерческой компании, которая делает то же самое. Чувствуете разницу? Был директором, стал владельцем. Вот эти лэп позади меня. Вам кажется, что именно так выглядит государственное имущество? На самом деле зарабатывает тут не Томск, не в городской бюджет капают денежки, а в карманы Резникова и его партнеров. В первую очередь речь идет о его собственном сыне, Максиме Резниковой, которого он тоже запихнул в депутаты. И вот прямо сейчас он тоже избирается в городскую думу. Мы стараемся в конце концов для жителей, а не сами для себя. Сына Резников-старший привел за ручку в политику уже давно. Он уже и депутатом успел побыть, и заммэром Томска, и снова депутатом. И сейчас он отвечает в городдуме за городское хозяйство. Глава комитета. Очень удобно. А еще у электрической мафии есть даже запасной депутат. Это Тилкова Елена Борисовна. Она избирается по партийному списку Единой России. Тилкова заместитель Резникова по комитету городского хозяйства. И по совпадению, партнер Резниковых по бизнесу. Ей принадлежит 10% ООО Горсети. То есть им мало одного депутата сына в горсовете. Они захватывают власть буквально целыми комитетами. Как они, наши депутаты-коммунальщики, зарабатывают, и чего, собственно, мы к ним прицепились? Смотрите, схема следующая. Я упрощаю, но смысл такой. Та цифра, которую вы видите в своей квитанции, вот тут. Это тариф за киловатт-час электрической энергии. Формируется он из нескольких составляющих. Но примерно 40% это сумма оплаты за использование городских электросетей. То есть за то, чтобы энергию по проводам передали вам домой. Чем эффективнее будет работать компания, передающая энергию, тем меньше вы заплатите за ее передачу. А теперь давайте посмотрим, как устроено на практике. Вот, например, горсети тратят 4,5 миллиона рублей на ремонт системы видеонаблюдения. Поставщик – систем-комплекс. Они же поставляют горсетям пожарные сигнализации. Казалось бы, все нормально. Но нет. Фирмой владеет другой сын депутата Резникова, Игорь. Или вот совершенно из другой сферы. Горсети закупают себе питьевую воду. У фирмы сибирские эко-напитки на 8 миллионов рублей. Это фирма внука Резникова-старшего. Или вот еще, мне очень нравится. Аренда представительских автомобилей. Mercedes Land Cruiser. У кого горсети их арендуют? У фирмы некой Ясюк Галины Петровны. Эта же предприимчивая женщина продает горсетям щебень, трубы, кобеля и иллюминацию. Знаете, кто она? Она начальница столовой горсетей. И свою работу в столовой она совмещает с продажей всего, что пожелает закупать ее начальство. Если коммунальное предприятие закупает все, от бутилированной воды до ленд-крузеров, не у нормальных поставщиков в условиях конкуренции, а у собственных фирм, как это называется? Коррупция и откаты. И они будут оплачены вами через квитанцию за электричество. Посмотрите вокруг. Едет трамвай. Вечером горит фонарь. Переключается светофор. За все это томичи платят депутатам Резниковым. Благодаря гигантским деньгам, проходящим через их фирмы, они, как в игре «Монополия», скупают все больше и больше клеточек в городе Томске. Видите камеры? Их для города ставит фирма Резникова-старшего. Пользуйтесь интернетом дома. Один из крупнейших провайдеров тоже принадлежит Резникову. Парикмахерские, гостиница. Да просто можно зайти в магазин и случайно купить вот такую воду в бутылке, которую тоже делает и продает семейство Резниковых. Даже томское производство водки. И оно принадлежит Резниковым. Резниковы очень богатые депутаты. За последние три года их суммарный семейный доход 226 миллионов рублей. И это только те члены семьи, которые подают декларации. То есть без братьев, внуков и прочих друзей, на которых оформлен бизнес. Поэтому, думаю, у вас-то мячи. Есть все основания взглянуть, где и как живут ваши депутаты. Перед нами расположен рядом с Томском четырехэтажный особняк Максима Резникова. Площадь участка здесь 1000 квадратных метров. Обратите внимание на грандиозную лестницу со стороны двора, которая ведет на второй этаж этого 300-метрового дома. С обратной стороны можно увидеть другую лестницу. Они построены, потому что автопарк Резникова не умещается в отдельный гараж, и ему пришлось переделывать под стоянку первый этаж дома. А теперь давайте взглянем, где живет Резников-старший. Его дом ничуть не хуже. Нет, он находится не посреди тайги, как вы могли подумать, а всего лишь в нескольких километрах от Томска. Площадь самого дома, который так удачно закрыт деревьями, 510 квадратных метров. В доме три этажа, и судя по количеству труб, очень много каминов. Фактическая площадь участка около 7000 квадратных метров. Тут же находится гараж, несколько других строений, сад с деревьями и собственный пруд. Хочу сказать откровенно, я город свой люблю. Мне он нравится. У меня дом за городом свой. Хороший дом построен, порядок там. А вот эта вот небольшая бумажка, наш проводник в историю другого депутата, который провернул такую же классную схему, но уже с водой. Здесь нас больше всего интересует название фирмы, получившие деньги, и название фирмы, через которую произошел расчет. Это ООО «Томскводоканал» и ООО «Томский расчетный центр». Давайте разбираться с Томской водой. Еще один коммунальный гигант. «Томскводоканал» — это предприятие, как несложно догадаться, качает воду из реки и скважин, очищает ее и продает потребителям, физическим лицам и предприятиям. Канализация, соответственно, тоже их. «Был да всплыл» — это неудачный каламбур, когда мы говорим про водоканал, но именно это с ним произошло. Было городское имущество, управлялось городом, а потом раз — и депутат от «Единой России» забрал его себе. Кто именно? Давайте познакомимся. Это еще один единоросс, депутат, который 19 лет сидит в городской думе и хочет посидеть еще. Он типичный такой титулованный чиновник, заместитель председателя гордумы, глава фракции «Единая Россия». Зовут Кирилл Новожилов. Мне говорят, ну ничего страшного, если ты не сделаешь. Главное — пообещать. Вот надо человеку сделать так, чтобы он услышал то, что хотел услышать. А неважно, сделать или не сделаешь это. В 2010 году городское водоснабжение и водоотведение отдали в долгосрочное управление известной французской фирме, которая обещала многомиллиардные инвестиции, новый европейский опыт, ну и так далее, и так далее. Сегодня конкурсная комиссия завершила работу. Победителем конкурса на аренду систем водоснабжения и водоотведения стала компания, это общество с ограниченной ответственностью «Виолия Вода Томск». «Виолия Вода Томск» — структура, зарегистрированная французами специально для томского конкурса. Через нее в город вошел крупный международный коммунальный концерн. Пока все, звучит очень хорошо, да? Но на практике все сложилось совершенно по-другому. Да, французы действительно были, но обещанные миллиарды инвестиций и полная модернизация водоканала так и не случилось. Зато в 2011 году депутаты городской думы одобрили новую инвестиционную программу, и вместо 7 миллиардов там был один. А инвестировать почему-то решили не через французов, а с помощью обычных томичей, то есть через повышение тарифов. Среди депутатов, одобривших это, был и наш герой Новожилов. Город и победитель конкурса будут делать все то, чтобы ни на людей это не подействовало. Передача МУПТЭК в руки нового арендатора, утверждает Кирилл Новожилов, затянется месяца на 2-3. Все это время водоканал будет работать в штатном режиме. Не изменится ни численность сотрудников, ни гидравлические режимы. Сам Новожилов, в принципе, готов работать в команде Виолии, если позовут. Это надо разговаривать с победителем конкурса. Во всяком случае, теперь мне надо на них выходить и проводить консультации, потому что я думаю, что они заинтересованы в этот переходный период, во всяком случае, провести безболезненно. Все это время под вывеской французов через офшорные фирмы водоканалом владел именно он. И сегодня, дорогие тымичи, ваш томский водоканал совсем не томский, он чешский. Через чешскую контору реальной владелицей является сестра единоросса Новожилова Дарья Такминина. А самому депутату Новожилову принадлежит Томский расчетный центр. Вот вы видели его наверху платежки. Заводу вы платите именно через него, чтобы ни копеечки мимо единороссовской кассы не прошло. Новожилов управляет водоканалом точно так же, как это делает его коллега единоросс в горсетях. Занимая монопольное положение на рынке, он знает, что вам придется оплачивать все, что они смогут запихнуть в тариф. И поэтому самые крупные подряды водоканала достаются ему самому и его родственникам. Предприимчивая семья делает прокладку труб, строительство, проектирование насосных станций и даже очистку канализационных вод. Услуги родни обходятся недешево. Именно поэтому тарифы на воду в Томске выросли почти в два раза за последние пять лет. И можете не сомневаться, вырастут еще. Ровно для этого единороссу Новожилову и нужное место в городской думе. Что за томская аномалия такая? Как единороссы умудрились умыкнуть реально всю городскую инфраструктуру? Это никакая не случайность. Все знают знаменитый российский мем про то, что во всем виноват Чубайс. А здесь это не мем, а реальность. В начале двухтысячных в Томске затеяли огромную реформу ЖКХ. Это была такая известная путинская инициатива. По всей стране специально созданный коммунальный гигант должен был централизованно заниматься обслуживанием ЖКХ. Эта мегаконтора называлась Российские коммунальные системы. Ее отцом-основателем был как раз Анатолий Чубайс, а возглавил ныне сидящий под следствием Михаил Абызов. Они собирались объединить электро, тепло, газа и все другие индустрии в одно и всем этим хозяйством управлять. Что из этого получилось? Вместо того, чтобы пересказывать вам, я предлагаю поговорить с непосредственным участником событий, мэром Томска на тот момент, Александром Сергеевичем Макаровым. Он мало того, что был ключевой фигурой этого процесса, так потом еще и стал его жертвой. Макарова осудили на 12 лет по нескольким статьям, и все это имеет непосредственное отношение к тому, как единороссы захватили томскую инфраструктуру. Весь город, все коммунальные сети принадлежат буквально нескольким человекам, и это абсолютно уникальная ситуация. Как вообще это случилось? Приехал губернатор, из Москвы прилетел и председатель нашей думы областной. В каком году? Я думаю, это был где-то 99-2000 год примерно, могу ошибиться. И говорят, пригласили меня, говорят, Александр Сергеевич, Москва дает большие деньги для ремонта сетей, там все прочее. Но хотят создать структуру, эта структура называлась, короче говоря, коммунальные сети. Я был категорически против, все-таки это серьезное дело, сибирский город. А мы не знаем этих людей даже, мы не знаем квалификации, как они смогут поддерживать. Просто какие-то москвичи, которых привезла, кто федеральная власть? Федеральная власть, им дали задание найти вот несколько городов, по которым можно вот некие эксперименты поставить. Я был категорически против, но они меня убедили, сказали, что дадут деньги на реконструкцию сетей, там на то, на другое, третье. Вот. И начали работать, начали работать сразу, не с лучшей стороны. Мне не понравилось это все. Ну, давайте так, вес губернатора и председателя областной думы всяко перевесят мнение мэра. Но эти москвичи, это был РКС, то есть это был Чубайс, Абызов. Кто эти люди? Это вот и Чубайс был, и Абызов, и сейчас не помню фамилию этого человека, который сейчас из границы вообще скрывается. Вот. В принципе, казалось, вначале неплохая идея. Извините, что я перебиваю. То есть, получается, РКС пришла специдея, что нужно сделать грандиозную сверхмонополию. Да, так оно и получилось. Идея о том, что нужно бороться с этой монополией. Да. Но в итоге вы поддержали план РКС. Я вынужден был поддержать, никуда там было не деться. Мы пытаемся разобраться, как произошло, потому что было несколько разных игроков, и каждый из них говорил, что мы сделаем лучше. Конечно. Но в итоге получилось, что все в буквальном смысле украли конкретные люди. Там несколько семей контролируют все. И все с какими-то благими намерениями. Как в итоге-то это случилось? От того, что все государственное хотим реформировать, в сторону того, что все стало частным? А контроля не было совершенно никакого. Там задачи, я уже через буквально, наверное, месяца 3-4 понял, что задача одна. Как они говорят, отмывать бабки. А путинская вертикаль, а власть, а прокуратура, следственный комитет? Здесь же все было... Естественно, вот так оно и пошло. Потому что никто не контролирует, по сути, это. И когда мы первую зиму начали отставать по ремонту сетей, я говорил, вот я предупреждал ребятам, что пришли люди, которые знают хорошо, как деньги получать. Они не знают, как это добывается. И не знают вообще, говоря, что делать с этими коммунальными сетями. Этому городу 400 лет. И сетей море. Сетей просто до такой степени изношенных уже, что невозможно было мириться с этим. И пришли вот эти вот московские ребята, они не справились в первый же год, и их поперли, правильно? Я бы не сказал, что их поперли. Года два-то они продержались. А потом действительно видно было, что они не справлялись. Но сделали это интересно. Сделали то, что вот убрали московских ребят, а монополию-то не убрали. То есть за что боролись, не убрали. В том-то и дело. Бесполезно было спорить, потому что кто-то стоял за этими, как у нас всегда в России. Кто-то стоит за этими. Интересы чьи-то тут соблюдаются. Ну а чьи интересы? Что ж, давайте прям прямым текстом. Понятно, когда это была Москва, это был Чубайс-Абызов, верно? Правильно я понимаю? Так, аду иди. Федеральная власть. Когда они создали монополию, и эту монополию забрали все какие-то другие ребята. Кто эти ребята? А вот этого я не знаю. Вот этого я не знаю. Не знаете или не скажете? Нет, почему я действительно не знаю, потому что это уже было вне моей зоны компетенции. Мне очень интересно понять ваши ощущения. Реально случилось ли так, что все украдено? С этим все согласны, правильно? Вся коммунальная система города Томска украдена. Но посадили за махинацией вас. Как вы, вот что вы чувствуете, да? Что вас, в общем-то, отняли годы вашей жизни, обвинив в том, что сделали другие люди, но они сейчас зарабатывают сотни миллионов каждый день. Они уже заработали такие сотни миллионов, что им, по-моему, больше и не надо. То, что это было вначале, изначально в Москве задумалось, как повод гравить. Это же не только в Томске, это РКС работало. Работало, по-моему, если мне память изменяет, вначале в семи городах, потом еще добавили. Там были южные, северные города. То есть это была крупномасштабная операция по воровству. В финале все принадлежит конкретно Единороссу. Людям, которые занимают здесь высшие политические посты в Единой России. Вы тоже были членами Единой России? Да, целых два месяца. Два месяца? Ну, тем не менее. Ну, и как ваши ощущения в связи с этим? Ощущения от Единой России? Ощущения от Единой России. Воспоминания о том, зачем вы вступили туда? Такого запаса. Откуда так черпали запасы какие-то? Такого запаса мерзавца. Подонков, жуликов. Как это тогда я не видел больше. Вот правда. В Единой России? Да. Такое впечатление, что просто... Как их собирали? По каким критериям их отбирали? Мне до сих пор непонятно. Почему они уроды все? Почему они бездельники и варьё? Почему? Совершенно непонятно в самом деле. Я думал, что я здесь самый радикально настроенный человек против Единой России. Но Александр Сергеевич явно меня перещеголял. Мэр Макаров рассказал нам половину истории. Дальше он просто не знает. Он сидел. Но мы разобрались. Через несколько недель после ареста Макарова российские коммунальные сети объявили о том, что они уходят из Томска. А созданные уже монополии вернулись под управлением города. Но не задержались там долго. Хитрые единороссы увидели, что РКС создал прямо готовые машинки для зарабатывания денег. И побежали их приватизировать. Сначала горсетями завладел депутат Резников. А несколько лет спустя Томский водоканал ушел к депутату Новожилову. Последняя наша платежка – это счет от управляющей компании. Название этой конторы, кстати говоря, мы встречали раньше. Вот здесь, смотрите, ООО «УК Жилища». А в платежке за электричество тоже указано ООО «УК Жилища». И эти ребята берут много денег. Смотрим содержание платежки. Содержание многоквартирного дома, электроэнергия на содержание общего имущества, холодная вода, горячая вода, подогрев и так далее. Ну, то есть, существенные деньги перечисляют сюда Томичи. И эта история удивительна тем, что здесь мы встречаем наших старых знакомых. Как же тесен мир? Андрей, мы идем по твоему избирательному округу, и я не понимаю, где реклама твоего конкурента – «Единоросса». Ну, потому что он настолько популярный «Единоросс», что его даже стесняются повесить на баннеры. Что он такого сделал? Съел несколько детей? Ну, почти. Он директор Томска РТС. И все мы платим ему за горячую воду, и сидим по месяцу, а иногда и больше, без горячей воды летом. И все эти люди знают, что он их депутат? Я думаю, большинство нет, потому что он здесь не появляется, к нему не попасть ни на прием, никак он себя не проявляет. Правильно я понимаю, что все люди, которые живут в этих замечательных домах, они так или иначе платят какую-то дань ему? Да. Его семья владеет очень крупными управляющими компаниями. Вот все вот эти дома, по сути, находятся у них в управлении. То есть это «Единоросс», который собирает со всех деньги, и на эти деньги каждый раз становится депутатом? Да. В прошлый раз даже Томска РТС напрямую спонсировала своего директора в избирательной кампании. А Томска РТС – это же государственная кампания, то есть получается это незаконно? Да, это незаконно, на это жаловались, но, как всегда, единородством все можно. Ну хорошо, вот твой злодей Панасюк. Он владелец управляющей кампании, значит, все дворники, люди, которые каждый день ходят по подъездам, они работают на него. Как ты его собираешься победить? Сама работа Панасюка за последние его 10 лет агитирует против него этих людей. И достаточно просто людям донести, что если они 13 сентября останутся дома, то Панасюк и еще 5 лет будет их депутатом, и все вот это будет продолжаться. Правильно ли я понимаю, что конструкция выглядит так, что Андрей Фатеев хочет забрать у коммунального мафиози деньги? Не то, чтобы я хочу от него каких-то денег. Я хочу, чтобы те деньги, которые жители платят за отопление, за горячую воду, за содержание многоквартирных домов, они получали за это качественные услуги. Гнездо очередного коммунального гиганта. Здесь располагаются управляющие компании «Жилище» и «Тверская». Вместе две эти компании управляют почти 150 домами в Кировском и Советском районах Томска. Они собирают коммунальные платежи, они выставляют счета за свет, за воду, обслуживание общих помещений, они вывозят мусор и обслуживают подъезд. Все то, что мы называем квартплата, все эти деньги идут управляющим компаниям. И, конечно же, мимо такого жирного куска инфраструктуры просто не могли пройти Томские единороссы. Мне кажется, я повторяю эти слова в третий раз. Но что делать? Схемы везде одинаковые. Когда-то это было муниципальное предприятие, оно называлось УК «Жилище». Он обслуживал дома и наемным директором там был «Панасюк». Параллельно с этим, будучи заместителем мэра по ЖКХ, он создал коммерческую компанию с таким же названием «Жилище». И постепенно обслуживание домов перевели на нее. Сейчас фирма принадлежит его жене. И самое интересное – секретный партнер «Панасюков» по этому бизнесу Артем Юрьевич Чайка. Доля оформлена на тетю его жены, Марины Чайке. Вот здесь, в этом доме, где находится УК «Жилище», много лет живут и соседствуют и «Панасюки», и теща Артема Чайки. И сюда же стекаются платежи от десятков тысяч на мечей. Сергей Панасюк – депутат и директор государственной компании «Томск РТС». Она занимается сбытом тепловой энергии и обслуживает тепловые сети города Томска. Его жена Елена Панасюк вместе с женой другого бывшего депутата и заместителя мэра Владимира Хана учреждает несколько управляющих компаний. В дело берут и дочь Панасюка. У нее есть еще, как минимум, две управляющие компании в других районах. Всего четыре конторы и почти 200 домов. Это самая большая управляющая компания города. И под этими всеми разными вывесками управляют одни и те же люди – жены чиновников и семья бывшего генпрокурора Чайки. Искренне считаю, что коммунальные соструктуры и вообще любым делом должны заниматься профессионалы, те, кто понимают изнутри очень многие процессы. Что вообще Чайка делает в Томске, удивитесь вы, это отдельная история, на которой следует остановиться. Жена сына бывшего генерального прокурора Артема Чайки, Марина, из Томска. Здесь до сих пор живет ее семья, в том числе и ее тетя Елена Карпенко. Можно было бы сказать, ну живет и живет, это разные семьи, далекие родственники и так далее. Но это не так. Елена Карпенко – одна из ключевых фигур в империи Артема Чайки. Она выступает как его доверенное лицо и номинал. Родственница, на которую можно оформить то, чем Артем не хочет владеть открыто. Пример – соляной бизнес, о котором мы рассказывали в нашем расследовании Чайка. Киреевский и Малоярославецкий солепромыслы в Тульской и Калужских областях. После нашего расследования Артем Чайка признал, что это его активы, и он их записал на себя. Но в 2018 году в один день он как будто бы избавился от них, продал. Так вот, не избавился, а переписал на эту самую Карпенко, тетю своей жены. Сделка абсолютно точно притворная, потому что в 2019 году, через год после продажи, когда губернатор Дюмин осматривал Киреевский солепромысел, выгуливал его там лично Артем Чайка. Если честно, я даже не уверен в том, что эта родственница Чайки знает, что на самом деле она крупный бизнесмен, и ее владение в Тульской области осматривает лично губернатор. Думаю, что нет. То, что происходит в Томске, совершенно ясно. Городские депутаты с помощью своих родственников, жен, друзей, знакомых захватили и оформили на себя буквально все, что имеет отношение к коммунальному хозяйству. Электричество, тепло, вода, квартплата. Выстроенная реально идеальная схема, благодаря которой нескольким депутатам удалось сделать так, чтобы полмиллиона томичей так или иначе платили им за все. Их нахождение в городской думе, их статус в городских комитетах и комиссиях это неотъемлемая и абсолютно необходимая часть большой схемы по воровству денег. Комитет по городскому хозяйству превращен в клуб злодеев. Там заседают все наши герои. В нормальной системе там должны быть депутаты, задача которых делать так, чтобы услуги были лучше, а люди платили меньше. В Томске ровно наоборот. Там в буквальном смысле сидят люди, у которых нет другой цели, кроме как повысить тарифы для горожан. Это даже не конфликт интересов. Это узаконенная мафия. Поэтому они и не пускают в депутаты простых людей извне. Городская дума должна оставаться мафиозным клубом, а иначе пришедшие чужаки все разрушат и поставят под угрозу не только семейные деньги Единой России, но и свободу отцов города. Ведь за то, что они делают уже много лет, их 100% надо пересажать. Есть такое прикольное слово «уроборос» – «змея, которая кусает сама себя за хвост». Это древний символ, который означает «круговорот вещей». И вот именно такой чертов замкнутый круг много лет существует в Томске. Депутаты-единороссы владеют всей городской инфраструктурой и берут деньги с каждого жителя. На эти деньги они избираются и становятся депутатами. В качестве депутатов они повышают тариф, и люди платят им больше. И на полученные деньги депутаты снова избираются, чтобы повторить цикл снова и снова, повысить тарифы для людей для того, чтобы больше заработать и снова избраться. Разорвать этот круг легко. Нужно просто не избрать их в этот раз. Сделать других людей депутатами, чтобы они наоборот контролировали тариф и боролись с коммунальными монополиями. Если всего лишь 31 тысяча томичей зарегистрируются в умном голосовании и 13 сентября проголосуют в соответствии с его рекомендацией, то в городской думе не останется ни одного единоросса. Ни одного. И это будет колоссальный удар и по коммунальной мафии, и по партии власти. Так что все зависит исключительно от нас. Работающий инструмент «Умное голосование» есть. И теперь это личный выбор каждого горожанина. Участвуйте и сносите «Единую Россию» или остаетесь дома, сидите перед телевизором, потом продолжаете ей платить с каждым годом все больше. Это видео про Томск, но в вашем городе происходит что-то подобное. И ваш голос тоже нужен «Умному голосованию». Нормальная жизнь ближе, чем мы думаем. Сделайте что-нибудь, чтобы ее приблизить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!